Здравствуйте, приветствую вас на канале Нотик. Я не знаю, когда вы смотрите это видео, но записано перед новогодними праздниками. Мы хотим вам рассказать, во что можно поиграть без денежных выражений или почти без них. Внутриигровые покупки это персональный выбор каждого. А для того, чтобы минимизировать комментарий, а у меня не пошло, мы подобрали две бюджетные конфигурации и одну конфигурацию начального уровня прямо из 2015 года. А поиграем мы сегодня в такие игры как Path of Exile, ну просто потому что контента в Diablo 3 нового давно уже не было. Paladins, ну Overwatch стоит дороговато. Видимо поэтому мы его и выбрали. Warframe, ну игра сама по себе очень хорошая, плюс она активно поддерживается разработчикам и это всегда плюс. И Brawlhalla просто потому что она веселая. А перед тем как перейдем к результатам и в принципе будем показывать вам геймплей, давайте познакомлю вас с нашими ноутбуками. И как я уже говорил, у нас три конфигурации. Первая, на базе процессор Intel Pentium со встроенным видеоядром. Вторая, на базе AMD, там есть процессор A9 и есть даже дискретная видеокарта AMD Radeon 520. И третий, по сравнению с этими двумя, игровая машина, прям монстр. i5 процессор шестого поколения, четырехъядерный и видеокарт Nvidia GeForce GTX 950. И первая игра это Hack'n'Slash RPG Path of Exile. Мы выставили разрешение 720p, настройки у нас минимальные. И вот вы можете видеть сколько у нас в городе получается, но стоит нам выйти и у нас максимум 41 кадр. Да, там проскакивает ноль и один кадр, но к сожалению это все из-за жесткого диска. Он почему-то медленный, долго прогружает, из-за этого бывают такие фрезы. Неприятные, но придется с этим смириться. Минимальное количество кадров, которые мы увидели, это когда большое количество врагов и эффекты и все вот это вот дело, за что мы любим подобные игры. 23 кадра. В принципе играбельно, если очень хочется, то очень играбельно. А сейчас наш конкурсант на базе процессора AMD A9. На самом деле, когда я только выбирал этот ноутбук для теста, я боялся, что получится дисбаланс. То, что A9 просто, не знаю, в муку сотрет Pentium, но вы можете наблюдать, что я был абсолютно неправ. Игра выглядит не очень, тела остаются черными, текстуры погружаются медленными, фреймрейт соответствует. Неиграбельно. А теперь наш игровой ноутбук. Если поставить на паузу можете обратить внимание, что у нас уже теперь разрешение Full HD и даже некоторые настройки мы повыше выкрутили. И вот, собственно говоря, вы можете видеть, как это все выглядит. Ну, играбельно, более чем играбельно и все бегает великолепно. Даже когда большое количество монстров и все перегружено эффектами. Warframe. Pentium. Разрешение экрана 720p. Настройки на уровне пола, но тем не менее мы видим неплохой фреймрейт. Мне на самом деле нравится и это играбельно. Даже в сильных экшен, ну не в сильных, а интенсивных экшен сценах ничего сильно не просаживается. 36 кадров у меня получилось минимум. Это из того, что я своим глазом заметил. В среднем держится в районе 48, ну 48-51, где-то так. Играть можно без проблем, играть весело и даже выглядит игра более чем прилично. AMD. Настройки такие же и, как вы можете видеть, фреймрейт намного ниже. Тут получается минимально то, что я заметил 26 кадров, в среднем 40. Играть в принципе можно, особенно если очень хочется. Но на Pentium все как-то поживее было. Игровой ноутбук. Та же игра, но настройки уже немножко другие. У нас Full HD разрешение и условно высокий пресет графики. Хочу сразу сказать, как я не прыгал, как я не бегал, как я не стрелял, ниже 58 кадров просадить не мог. И то это, скорее всего, будет где-то в рамках погрешности. Играть можно без проблем. Геймплей плавный, проблем не возникает. Игра Paladins. Если кто вдруг не знает, то это фри-то-плей аналог Overwatch, но с большим уклоном в сторону моба. Так, первый у нас ноутбук, 720p разрешение, настройки минимальные и мы получаем в районе 35-36 кадров в среднем с просадками. Минимальная, которую я увидел, была 28, что неприятно, но играть можно, если вы очень хотите поиграть именно в Paladins, а на Overwatch у вас для них нет. Второй ноутбук, платформа AMD, настройки такие же и все ожидаемо. Ну, вы сами все видите, я думаю, нет смысла об этом что-то говорить. Играть невозможно. Третий ноутбук, Full HD разрешение, максимальные настройки с выключенным сглаживанием. Ну, 58-60 кадров в сильных замесах может просесть аж до целого 51 кадра. Но это не критично, играть можно без проблем и в свое удовольствие. И четвертая игра у нас Brawlhalla. Веселая, веселая, веселая игра. Мы не стали разделять на три ноутбука эту игру, потому что она отлично идет на всех трех машинах. И хотели мы ее показать в первую очередь, потому что она а, веселая и б, потому что она идет на даже очень слабых и бюджетных ноутбуках. Допустим, у вас Pentium или Serum предыдущего поколения, не вопрос, эта игра пойдет. Можно спокойно поиграть в онлайне и получить максимум удовольствия. Что ж, давайте подведем итоги. Для начала мы поговорим о наших ноутбуках. Первый, он же был первым, он же первый. Это ноутбук на Intel Pentium с маркировкой 4405U, двухъядерный. Отлично себя показал во всех играх. Да, если у вас такой ноутбук, или вы думаете купить какой ноутбук для работы, чтобы можно было поиграть в эти тайтлы, и не только в эти, ну вот отличный вариант за свои деньги. Дальше это наш игровой монстр. Там установлен процессор Intel Core i5-6300HQ и видеокарта Nvidia GeForce GTX 950. Само собой, да, ноутбук 2015 года, для современных AAA-проектов он уже не подходит. Одных на нем все еще можно играть в такие вот веселые фри-то-плей игры, так что не спешите списывать его со счетов. И третий ноутбук у нас был на процессоре AMD A9-9425. И, кстати говоря, там была даже дискретная видеокарта RDN 520 с 2-мя гигабайтами видеопамяти. Игры не хотели видеть эту видеокарту, мы перепробовали пару ревизий драйверов AMD, но, к сожалению, игры все равно отказывались признавать эту карту как существующую. Поэтому мы просто сравнили встроенные видеоядра и, увы, но Pentium выиграл. Или, ура, Pentium выиграл. Выбирайте сами. И, как вы, наверное, уже обратили внимание, пока я разглагольствовал, на фоне шли трейлеры других игр. Они также являются фри-то-плеем. И если у вас ноутбук производительнее, первым наши двух конкурсантов на Pentium AMD, советую вас с ними ознакомиться. Не списывайте ваш ноутбук со счетов, если вдруг на нем не идет какой-нибудь последний ассасин. Это все еще игровая машина, на нем все еще можно получить удовольствие от видеоигр. Большое спасибо за то, что смотрели это видео. Хороших вам выходных и до свидания.